youtube канал полезные советы елена васюнина предлагает вашему вниманию рассказы из книги елка и так рассказ 22 синяя птица папа а почему небо все время разное это от солнца зависит от времени года от времени суток а как держится облака они из ваты нет это пар вода испаряется и поднимается высоко в небо папа а почему нет лёка теперь я спрошу а почему ты все вопросы задаешь когда детям надо спать потому что люди думают перед сном и у меня придумываются вопросы а лёка зевает трет глаза потом укрывается одеялом и говорит сквозь зевок ладно папа расскажи мне сказку слушай жил был молодой волшебник однажды он встретил прекрасную принцессу чтобы покорить ее сердце он решил сотворить чудесный остров забыл сказать что его волшебная сила заключалась в том что он умел оживлять то что создавал на холсте бумаги или шелки папа а что на шелке тоже можно рисовать да можно слушай дальше и вот сперва он нарисовал прекрасный остров теплом море остров получился небольшой но очень красивый и какой-то уютный что ли песчаные берега живописные бухточки пресный ручей с хрустальной водой кокосовые пальмы виноградная долина но этому волшебнику показалось мало и он стал рисовать на шелке диковинные цветы цветы прекрасно приживались на острове и вскоре волшебник решил показать его принцессе и признаться ей в любви принцесса от восторга прыгала на одной ножке обнимала волшебника и обещала что они никогда не расстанутся лёгко крепко спала она счастливо улыбалась и смешно посапывала даня нежно погладил детские кудряшки и на цыпочках вышел из детской далек а когда принцессы говорят да сказки обычно заканчиваются начинаются какие-то таракани и бега успеть достичь получить победить ты это не должен а вот это должен ради нашей любви ради нашего ребенка даня долго копался в кладовке где хранились подрамники холсты краски и кисти наконец пакет шелком был найден он так и не нарисовал птицу счастья свадьба поездка в эмираты потом тесть подарил квартиру на квартиру нужно обставить потом нужна машина а машина без бензина не едет потом 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 принцесса стала капризной когда происходит эта метафора принцесса вдруг становится точь-в-точь старуха с корытом все гоняет старика к золотой рыбке все и мало даня выдохнул и замер вглядываясь натянутой на подрамнике шелк как давно он увидел эту волшебную птицу а все руки не доходили ее нарисовать он мысленно любовался игрой цвета ее оперение от белоснежного синевой до темного индига к утру он закончил лёгко проснется и он для таинствен и он для таинственности попросит закрыть глаза и заведет ее в комнату и она отнимет ладошки от глаз счастливо засмеется это его подарок дочке пусть будет постылая работа он согласен жить не своей жизнью только пусть его лёгко улыбается счастливо черт с ними с его мечтами пусть у его девочки мечты сбудутся птица смотрела на него печально а почему же ты такая печальная ты же птица счастья из моих замок из моих замыслов птица все же будет хорошо тебе или не знать даня почему-то на цыпочках вышел из комнаты прикрыл дверь и прокрался на кухню последнее время ему было спокойно и хорошо только когда все спали тихо никаких претензий выяснений отношений и сравнительного анализа его неудач с успешностью других нормальных мужиков он тихонечко сварил кофе медленно выпил вымыл чашку и турку протер стол из детской послышался голос лёгки каждое утро она рассказывала своим любимым куклам что и снилось даня пошел в детскую лёгко доброе утро хорошо ли ты спала доброе утро папа не снился твой волшебный остров и сказки там живут синие птицы они летают бесшумно как совы и у них глаза голубые как интересно а у меня для тебя есть сюрприз закрой глазки лёгко закрыла глаза еще прижала к ним ладошки даня обнял дочку и повел смотреть сюрприз раз два три а теперь смотри лёгко медленно отняла ладошки и открыла глаза папа откуда ты знал она чудесно она точно такая же как в моем сне она с волшебного острова волшебник это ты а мама принцесса сейчас я и все расскажу и лёгко хотела тут же побежать будить маму но потом раздумала мама инга не любила рано просыпаться лег давай ты сейчас пойдешь умываться потом съешь вкусный творог потом мы сварим маме кофе и она проснется и ты покажешь ей птицу да точно согласилась девочка она умылась почистила зубы надела платье при этом лёгко все время заглядывала в комнату где стоял подрамник с нарисованной птицей когда она сидела за столом то ела торопливо чтобы быстрее пойти смотреть на птицу когда девочка выбралась из-за стола проснулась инга и даня принялся варить ей кофе и выжимать сок из апельсина а лёгко тихонько пробралась в комнату с подрамником кофе мерзкий или ты разучился варить кофе капризно выговаривала мужа инга и тебе доброе утро и апельсинки слэш зубы ломит какой сегодня прекрасный день твоя идиотская манера разговаривать меня бесит я тебя тоже люблю неожиданно дань а подумал что если вдруг птица не понравится инге и она скажет что-то в своем духе но додумать не дал звон стекла и вскрик лёгки да не инга бросились к дочке она стояла со слезами на глазах открытого окна она улетела моя птица улетела плакала лёгко да не оглянулся на подрамник шелковое полотно опустела птицы не было дально подскочил к окну и увидел крошечную синюю точку высоко высоко в небе